Еще обсуждаем результаты первого дня. Действительно, первый тур преподнес нам несколько неожиданных результатов. И давай посмотрим, что нам ждать от второго тура. Сегодня играют очень опытные команды, которые наверняка покажут все, на что способны. Хотя и здесь сюрпризы исключать нельзя. Грациано Пелли! Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Отлично сыграно, надо решать. От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. Думбия! Защита надежно играет, мяч отобран. Атакующая комбинация ЦСКА. Опасная передача. И пробил! Удар! Вот это спасение! ЦСКА готовит ЦСКА на чугловой удар. Опасно! Совсем немного не хватило точности этому удару. Рядом со штангой. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Армейцы в атаке. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Мяч летит в сторону ворот! ЦСКА будет сбрасывать из-за боковой. Красиво сыграно. Как эффектно. Угловой. Шанс выйти вперед. Фернандес! Хорошо разыграли, но удар сплошное разочарование. Нападающий сейчас просто вне себя от ярости. И его можно легко понять. Он загубил отличный момент. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Первый тайм завершается. Голов ЦСКА мы пока не увидели. Теперь в атаке соперник. Жервинь. Тут может... Он с мячом, а продолжает удар по воротам. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Мяч перешел к другой команде. Вагнер Лав. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Вагнер Лав. Тут защита справляется в потере мяча. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. И в зону атаки мяч переходит. И это удар. У нас появляется лидер в счете. ЦСКА забивает в самой концовке первого тайма. Наверное, армейцам даже жаль уходить на перерыв, потому что игра в первой половине встречи у них складывается. 1-0 в нашей игре. Судья добавляет 3 минуты. Жервень. Блестящий отцы сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Выцеливал этим навесом паркнер. Второй тур группового этапа Кубка Чемпионов продолжается. И команда возвращается на поле после перерыва. Первый тайм мне очень понравился. И думаю, что второй не сильно будет от первого отличаться. Откровенно, плохо сыграл сейчас защиту. Не смог он удержать мяч в поле под прессингом. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Посмотрим за этой атакой. Нужно забивать. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Угловой разыгрывают футболисты ЦСКА. Надежно играет защитник. Атака прервана. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру. И давайте посмотрим, кто покинет поле. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру. Ну, хотя бы немножко. Опасно! В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Вагнер Лав. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Это может быть опасно. По мнению судей, ЦСКА нарушил правило. Будет штрафной. Удар головой. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Может получиться интересная атака. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Йоу Куасси. Равенство по владению мяча. Да, и сам матч смотрится весьма равным. Опасная подача была, но оборона справляется. Пока неплохо. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Алексей Миранчук. Думбия. Защитника просто не заметил. Разбирается оборона с этой подачей. Около 8 минут до конца основного времени. Белли. Отлично сыграно. Надо решать. И как пробил. Неудача. Митрог все делал правильно, но мяч не пошел. Ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорости. Постречащий пас. Будет момент. Две минуты добавляют сюда. Похоже, что лучшего момента для того, чтобы вырвать ничью, может уже и не быть. Ну вот и прозвучал финальный. Weekend. Ворота.